Для нас, конечно, очень приятно и очень мы горды и счастливы тому, что состоялся такой фонд, потому что это подразумевает осознание людьми, которые занимаются темой соотечественников, в том, что из культурологического проекта мы должны были перевести в правовые нормы, которые дает нам фонд правозащиты. Это первое. Второе. Я помню, что мы еще лет пять назад с Георгием Леонидовичем Мурадовым, который, вот, знаете, должен сказать, что, наверное, это человек, который является двигателем идеи правозащиты прав соотечественников. Не просто восклицание «ах, как плохо, ах, как нехорошо». Он тогда даже был прямым и активным участником, когда работал в правительстве Москвы, организации правозащитного движения в Украине, которое приобрело очень серьезный размах и серьезный вес уже даже в Европе. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы разделяли правозащитный фонд, а вообще-то правовая тематика, и он не занимается культурологическими вопросами, для этого есть другие фонды и другие источники финансирования. Это первое. Второе. Мы, и когда был у нас Всемирный конгресс наших соотечественников буквально месяц назад, и я встречался с руководителем фонда, мы говорили главное, что мы считаем необходимым. Вообще-то фонд, как мы полагаем, сконцентрирует свою работу не на защите индивидуальных прав. Такие будут процессы, они могут быть публичными, но главное – это коллективные, групповые, гуманитарные права. Вот где должна быть сконцентрирована работа. При этом я бы попросил в отношении Украины не применять фразу «диаспора». У нас настолько огромное число русскоязычных граждан, которые являются коренным государствообразующим этносом, и русскоязычными гражданами у нас являются в Украине представители разных национальностей. Мы сегодня не считаем себя диаспорой, это для нас принципиально. Мы понимаем, что есть другие страны, где русские соотечественники находятся в положении диаспор. Поэтому для фонда было бы очень важно различать страны СНГ и дальние зарубежья, как мы его называем, потому что это совершенно разные параметры правовой защиты и оценки жизни соотечественников за рубежом. При этом я полагаю, что фонду придется все же прийти к мысли, в зависимости от того, насколько велика общность русско-культурных граждан на территории этого военного государства, перейти, может быть, к системе открытия представительства для ускорения процессов и для контроля персонального за той деятельностью правозащитной, которая проводится на территории того или иного государства. Ну и, наконец, главное. Я рад тому, что, наконец-то, мы переходим к пониманию, как правильно нужно расходовать средства. Вот тема грантов, она принципиально важна для того, чтобы прекратить спекуляции в среде соотечественников, для того, чтобы распределение этих средств через грантовую политику было открытым, понятным и доступным. И самое главное, таким образом, заказчик, каковым является фонд, выступает инициатором и оценщиком ситуации в той или иной стране и сам определяет, в каком направлении должны концентрироваться мысли тех, кто занимается правозащитой. Я думаю, вот система грантов, она принципиально новая, принципиально важна для нас, но она в итоге должна реализовать главные наши идеи. Это организация мониторинга, это организация оценки внутреннего законодательства и международного. Потому что уже опыт нашей работы показал, грамотная и правильная оценка международных обязательств Украины и правильное использование этих механизмов может решить очень много вопросов, которые мы не можем, увы, к сожалению, решить сегодня внутри нашего украинского государства. Поэтому первые шаги, я оцениваю, сделаны очень верными. Главное, чтобы дальше мы работали в сотрудничестве и в взаимодействии. И я думаю, будут результаты в ближайшее время позитивные. И нужно использовать опыт тех организаций правозащитных, и в том числе и индивидуальных правозащитников. Потому что у нас в Украине, например, есть несколько человек, которые последние 5-7 лет индивидуально занимаются вопросом правозащиты, и они, конечно же, требуют поддержки со стороны главного центрального фонда. Я бы хотел сейчас на данном этапе сказать о том, что создание фонда – это действительно качественно новый этап в правозащитной деятельности. В чем это выражается? Во-первых, у нас сегодня сконцентрировано большинство средств на правовую защиту, то есть на адвокатов, на судебные процессы, чего раньше не было. То есть они были немножечко распылены в разных местах. Но качественно новый этап – это не только для фонда, это и для правозащитников, и координационных советов. Потому что сегодня они получают новый инструмент в свои руки. С одной стороны, это определенный интеллектуальный потенциал, который будет связан с нашим экспертно-правовым советом. Там действительно хорошие адвокаты, хорошие юристы, хорошие правозащитники, и мы будем работать дальше. Но как грамотно воспользоваться вот этим новым инструментом в виде нашего фонда, здесь еще надо кое о чем подумать. Потому что, допустим, у нас вот есть задача мониторинга ситуации с правами человека, ну, неважно где, в одной стране или во всех странах и так далее. Но под мониторингом мы понимаем в фонде это планомерное, систематическое, по определенной схеме изучение конкретного фрагмента социальной действительности, то есть прав человека, с тем, чтобы в дальнейшем изменить вот эту действительность без использования насилия. Понимаете, если мы сейчас с вами будем говорить о разных государствах, о разных правозащитных организациях и о разных правозащитниках, мы придем с совершенно таким странным выводом. С точки зрения одной методологии и с точки зрения одной системы по определению соблюдения-несоблюдения, это можно достичь кардинально диаметральных, значит, этих вот результатов. То есть нам надо сначала определиться, что и как все мы, вот правозащитники, в том числе русскоязычного населения, должны делать, чтобы у нас была единая методология, у нас было единое систематическое наблюдение, единая схема изучения конкретных вот этих вот прав человека, понимаете? Вот мне хочется, чтобы об этом задумались тоже и наши организации, соотечественников. У них действительно сейчас новый инструмент. И действительно нет опыта, как инструментом правильно, грамотно воспользоваться. А им можно воспользоваться очень эффективно. Не удастся по одному трафарету обеспечить систему по организации правозащиты в разных странах. Почему? Потому что если мы проводим мониторинг, как я это себе понимаю, потому что последние пять лет я этим занимаюсь, я использую этот инструмент, то мы должны же после этого результаты использовать с целью защиты. Представьте себе, что Украина имеет в гуманитарном блоке около 20 различных разного рода обязательств международных. То есть она является участником международных соглашений, как по линии ООН, так и по линии Совета Европы. И вот если мы делаем мониторинг обязательств Украины, например, перед Советом Европы в части Хартии оригинальных языков и языков меньшинств, то мы, получив результат, можем его с помощью инструмента европейского использовать внутри государства украинского с целью защиты прав российских соотечественников. И вот здесь, конечно, нужна организационная, финансовая и интеллектуальная поддержка материнского фонда центрального. А если же мы берем Астану, Астана, их страна-то не ратифицировала Хартии оригинальных языков и языков меньшинств. У них есть другие механизмы международные, которые можно было бы использовать. И может быть, у них есть организации ООН-соглашения, они являются участниками. Например, я наверняка думаю, что декларация по правам ребенка, Астана стала правоприемником после распада Союза и сохранила свое обязательство по декларации по правам ребенка. Вот мы в прошлом году отчитались, направили свой альтернативный общественный отчет, и в части оценки ситуации в Украине было указано, что у нас не обеспечено право детей на образование, на обучение, воспитание на родном языке. Это реальная победа. И вот такие механизмы у каждой страны свои, потому что не все страны берут одинаковые обязательства перед различными международными институциями. Ведь почему мы выходим на тему правозащиты? Потому что внутри собственной страны соотечественники либо русскоговорящие граждане этих стран не могут защитить свои гуманитарные права. Внутреннее законодательство, по сути, не нарушается, потому что оно заранее сделано дискриминационным. Так вот, задача для чего нас сотрудничать с международными правозащитными организациями и с международными институциями? Для того, чтобы находить механизмы давления с целью защиты прав русскоязычных граждан, в данном случае защиты прав человека, внутри этих стран, используя тот материал, который мы накапливаем при мониторинге, используя юридические механизмы и опыт международных правозащитных организаций и международных организаций. У нас есть закон о соотечественниках, где дается определение, кто есть соотечественник как таковой. Оно не очень может быть четкое определение, но, по крайней мере, оно есть. И оно широко используется, скажем, в таких вопросах, как решение вопроса о предоставлении гражданства в упрощенном порядке. Естественно, у соотечественника больше здесь преимуществ. Допустим, есть варианты, когда готовятся специальные программы, в которых могут участвовать только соотечественники. И там тоже это определение, кто есть соотечественник, оно, наверное, имеет место права на существование. Для фонда, реально, соотечественник – это любой человек, который симпатизирует Россию. Объясню, почему. Потому что, с одной стороны, у нас есть законодательное закрепление понятия соотечественника. С другой стороны, мы не исключаем ситуации, когда и не соотечественник, но по ходатайству, скажем, Координационного совета или каких-то иных общественных структур в другом государстве будет получать нашу поддержку. Бывают ситуации, когда, допустим, человек, не являясь нашим соотечественником с точки зрения российского закона, огромные усилия прикладывает к тому, чтобы пропагандировать русскую культуру, русскую идентичность. Более того, есть ситуации, когда люди очень сильно симпатизируют России, но не имеют возможности, например, принять участие в тех мероприятиях, которые устраивают Координационные советы. Это чисто по параметрам следующим. Допустим, есть в той же самой Германии, там можно провести, там живет огромное количество наших соотечественников, когда Координационные советы проводят какие-то мероприятия, но это зал максимум на 500 человек, но тогда не могут вместиться 300 тысяч человек и принять участие в данном мероприятии Координационного совета. Поэтому, собственно, участие того или иного лица в мероприятиях, которые проводятся Координационными советами, где-то, наверное, в каких-то не очень крупных, скажем так, не странах даже, а там, где наших соотечественников не очень много и где каждый на счету, на виду, да, они, наверное, должны участвовать в деятельности Координационных советов, но там, где их миллионы или сотни тысяч, они физически никогда не смогут принимать участие в мероприятиях, проводимых Координационными советами. Более того, у Координационных советов нет таких средств, чтобы провести мероприятие на 100 тысяч или на 200 тысяч населения и обеспечить нормально и порядок функционирования этого мероприятия. Поэтому для фонда все-таки мы в каждом конкретном случае будем рассматривать ситуацию с точки зрения фонда и с точки зрения необходимости оказать поддержку тому или иному конкретному человеку, особенно, особенно, если к нам с такой просьбой будет обращаться Координационный совет или, допустим, наше Росзагранучреждение. Продолжение следует...